ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В рамках Дня информования насельства Гомельскую область наведал вице-премьер Беларуси Владимир Кухаров. Но только с встречами с коллективами предпринимству на этот раз поездка не обмежалася. Усе подробности у наших корреспондентов. Сегодня Гомельский завод-коммунальник – один из буйнейших вытворцев широкого ассортимента обсталявания для жилево-коммунальных господарки. Пришим не только Беларуси. Его продукция поставляется так само в Украину и Россию. Подчас наведывания предпринимства вице-премьера Владимира Кухарова знаменит с планами. Все лета объемы вытворчасти продукции повинны перевысить 9 миллионов рублей. Это самый высокий, показавших за прошлые 5 годов. Не в прошлую шаргу, это связано с освоением новой продукции. Поскольку у нас на заводе есть, собственно, проектное, конструкторские подразделения, мы проектируем и изготавливаем котельное под ключ. Предприятие не стоит на месте, мы осваиваем новое направление – производство линий по мусоросортировке, совместно с лесной отраслью осваиваем производство пилетных заводов. Сконструированный на Гомельским коммунальнику сметься сортировочный завод, дарыша уже працует в Витебску. Что тышится заводов по выпуску пилет, то в ближайшей перспективе они должны открыться в Калинковичах и Мазыры. Под час встречи с працованным коллективом, вице-премьер Владимир Кухаров намагание по освоению новой продукции витает, а липрыгэтым звертая увагу. После запуска белорусской атомной станции, теплозабеспечение жилых домов будет переводиться на электроэнергию. А это значит, что спотребится ответное обсталевание в значенных объемах. Гомельский коммунальник может найти тут свою нишу. На коммунальнике надо отрабатывать эти технологии, для того, чтобы мы могли предложить как и для населения, так и для промышленных предприятий оборудование, которое будет использоваться на электрическом энергии. По часу визиту вице-премьер Владимир Кухаров каже, что свои проблемы есть у каждого города. Головные, насколько эффективные, они выращаются. У Гомеля это отримывается крыгой лучше, чем у других областных центров Украины. По тверждению чему, уручение городу вымпило переможцы, республиканского огляда у санитарного стану и доброе упорядкование населенных пунктов Беларуси. За поздние 8-м году Гомель отримывает такую зногороду в пятый раз. Это комплексные задачи, которые позволяют системно решать проблемы и делать наши города еще более красивыми, более удобными для проживания. Поэтому в ходе этого конкурса очень много различных направлений, которые оцениваются. Там нет какого-то одного критерия. А здесь комплексный подход, который охватывает и вопросы строительства, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, работу с населением. Олег Сюров, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, Телерадо, компания «Гомель». В ходе рабочей поездки Гомельска в область старшиня комитета держконтроля Беларуси Леонид Анфимов ознайомился за реализацией инвестпроектов на территории Добрыжского района. Первая кропка визит у паперовая фабрика «Герой працы» – холдинга «Беларусские шпалеры». Не оглядевши на 95-процентную готовность, вытворшись милованных и немилованных видов кордона, простойвая. У проект укладено 265 миллионов долларов США. За шматлики взрыва у терминов выконания работы в минулом году был скасованный договор с генеральным подрядчиком. Нададены момент особистых сродков на завершение будовництва и запуск в творчестве у холдинга «Няма». Как закончить инвестпроект, потребуется 83 миллионы долларов. Разглядается пытание протягнения бюджетной пазыки. У меня, допустим, осталось такое двоякое впечатление от этого предприятия, от посещения его. С одной стороны, гордость за страну, что мы реализуем такие масштабные проекты, и нам они под силу. А с другой стороны, немного удручающе, потому что пока это памятник. Он, к сожалению, не работает. А вы знаете, пока он не работает, каждый год мы завозим в страну на больше, чем 100 миллионов долларов продукции, которую он должен выпускать из-за рубежа. И мало того, что завозим, он мог бы еще заместить вот это импортозамещение сделать и выпускать продукцию, которая пошла бы половина всего произведенного объема на экспорт, то есть заработать еще в стране валюту. Поэтому сейчас на рассмотрение главы государства вносится проект указов, в соответствии с которым будут определены источники финансирования для окончания этого проекта. Президентам поручено Комитету государственного контроля проверить обоснованность запрашиваемых сумм. Другая кропка визиту – Добрушский фарфоровый завод. На предприемстве полностью модернизованы один из основных этапов выработки продукции – опаливания. Укранены сучастные технологии на вытворчасти фарфоровых выработок. В уголе за последние два года тут реализовали одразу неколько инвестпроектов по замене обсталевания на автоматизованное. 28-го Кострышника у Понятдела глядите на телеканале «Беларусь-3» шарговые передвыборные выступления кандидатов у депутаты Палаты проставников национального схода Республики Беларусь 7-го скликанья. С 19.01 до 19.30 у эфиры выступления кандидатов по Калинковицкой окрузе номер 41. С 19.30 до 19.50 до выборщиков звернутся кандидаты по Мазырской окрузе номер 42. Нагадаем выступление, выйдут у эфир на телеканале «Беларусь-3». У Гомельской мытни подвяли выники работы за 9 месяцев 2019 года. За этот термин ее представники створали сприяльные умовы для забеспечения пропуску особ и товаров в самые короткие термины. В регионе деянности означается повеличение потоку грузовых автомобилей на омаль 10%. При этом сменьшилась колькость легковых автомобилей, автобусов и физичных особ у середнего на 5,5%. За 9 месяцев 2019 года колькость декларуемых парт и товаров повеличилась на 10% в сравнении с аналогичным передом 2018 года. Со студеня по веросяне деянности Гомельской мытни в республиканский бюджет перелищено больше за 1 млрд 162 млн. руб. Что тычется криминальной частки, в справоздачном переде сопротивники мытни выявили больше за 4 тысячи администрационных правопорушений, распочата 54 криминальной справы за незаконный оборот наркотичных сродков, психотропных речевых и их аналогов. Лепшого следчего выбрали в Гомельской области. Сирот конкурсных локаций, спортивные пляцовки, тира, так само инсценированное место злочинства. В госпоборницах удельничали молодые следшие из всей области. Наши корреспонденты познайомились с ними. ГТ-хлопцы и девчаты только начинают свой профессийный шлях следчего. Их стаж працы меньше за 2 года. У делу конкурсах это шанс проявить себе. Это дополнительная мотивация молодых следователей в пользу качественного и эффективного решения поставленных задач по всестороннему, полному, объективному и оперативному разрешению заявлений и сообщений о преступлениях, расследованию уголовных дел при строгом соблюдении законности, совершенствования профессионального мастерства, раскрытие творческого потенциала, развитие инициативы. Лепшого выявляли на протягу двух дней. В первый день они споборничали убегу, показывали володание боевыми приемами. Знайшлось место и проверки огневой подрыхтовки. Завершился стартовый день працы на месте сдарения. У делники конкурса спробовали вылечить умовного злочинцу. В другой день молодые следшие смагались о ораторском мастерстве и решении криминалистичных задач. После этого и подвяли выники профессийных споборництвов. Нами действительно были отобраны лучшие следователи из этой категории. И могу достоверно сказать, что все-таки все наши следователи, которые принимали участие, показали себя достойно, выглядели примерно на одном уровне. Перемогу конкурса отримал следчий Мазырского районного отдела Юрий Полковниченко. Признается, профессию следчика лечить вельми циковой. Сама профессия по себе интересная, которая требует какого-то определенного склада характера в плане того, что надо вдумчиво, въедчиво, интересоваться, всесторонне, полно и объективно изучать все обстоятельства, чтобы можно было принять правильное решение. То есть мы должны собрать пазл, из которого у нас потом получится законное решение. Теперь Юрий Полковниченко представит нашу область на республиканском этапе, який отбудется в листопаде. Вероника Гамзюкова, Игорь Марыщенко, телерадио-компания «Гомель». 75 годов тут ратует життя. Гомельская областная клиничная больница означает свой юбилей. Угонор святого в установе прошел расистый сход для супрацовников и гоноровых гостей. История областной больницы пошелась в 1946-м, празд год после вызволения Гомеля от фашистских захопников. И она была различена на 225 ложков. Сегодня в этой бойнейшей регионе шмат-профильный стационар, який оказывает медицинскую допомогу жакарам Беларуси и замежным гражданам. Зараз в установе працует 380 урошоу и 750 человек середнего медицинского персонала. Что год, яны допомагают 200 тысячам пациентов. Кожный день тут проводится каля 30 операций. А прошатого с этого года на базе областной больницы пошли оказывать новые виды медицинской допомоги. Тут открылись хирургичные, таракальные и аллергологичные отделения. На свято проехали керавництва в области и города, архиепископ Гомельский-Жлобинский Стяфан, старшиня областной организации Союза Жанчин Алена Клишковская и многие иншие. Яны повиншовали сопрацовников и ветеранов працы и вручили им гоноровые грамоты, подзяки и нагрудные знаки выдатника ховы здоровья. Начинала свою работу операционной сестрой, проработала более 10 лет там и на данный момент старшая эндоскопия. Коллектив наш очень сплощенный, молодой. Я очень благодарна администрации больницы, коллективу больницы. За последнее время многое изменилось. И хочу поздравить коллектив больницы нашу с 75-летием больницы, пожелать всех благ, здравия и всего-всего самого хорошего. Одным из самых приемных подарунков стал сертификат на легковый автомобиль медицинская допомога от областного выконавшего комитета. Завтра в Украине будет означаться День автомобилиста и дорожника. С этой нагоды у Гомеля открыли специализованный музей и провели урошистый сход с узнагарожением лепших супрацовников открытого акционерного товариства «Гомель АблАутотранс». У Центра святошных паде оказался и наш корреспондент Евгения Кухаронак. Все лето открытое акционерное товариство «Гомель АблАутотранс» отзнашило 75-ти годы с момента заснования предприемства. 1 червеня 1944 года – официйная дата утворения Гомельского областного аутотреста. З нагоды юбилейной даты, еще в начале бегущего года, на предприемстве вы решили выставить свой грунтовный летопись на усеогульный огляд. Так зародилась идея створения музея «Гомель АблАутотранса». Для увасабления задумки в жизни потребовалось 10 месяцев. С начала года мы начали работу, начали собирать документы, начали собирать артефакты, дали клич на всю республику, чтобы нам помогли. И вот то, что сегодня находится в этом музее, документы, какие-то технические средства – это все благодаря нашим ветеранам, благодаря нашим филиалам, которые нам любезно их предоставили. Цикаво, что начинается музей со стенду, которые рассказывают о истории автобусов и грузового транспорта. Затем уже идут особенные веки истории предприемства. Завершается экспозиция фактами сучасных будней работы транспортников. Вот несколько лишь бы. «Гомель АблАутотранс» сегодня объединяет 13 филиалов, у которых работает 4100 человек. 500 тысяч жителей нашей области мы перевозим ежедневно сегодня нашими автобусами. И около 12-15 тысяч тонн грузов ежедневно нашими грузовыми автомобилями. Это то, что сегодня представляет наше предприятие. Значение автомобильного транспорта, как бы там ни было, в настоящее время не изменилось. Оно играет огромную роль как для экономики страны, так и социальную роль для населения, потому что в целом по стране до сих пор основную долю пассажирских перевозок выполняет автомобильный транспорт, ну и значимую долю грузовых перевозок. З нагоду надыходящего профессийного свята открытое акценерное товариство «Гомель АблАутотранс» запросило своих лепших супрацовников на урочистый сход. В его рамках заслуженные узнагороды отримали представники самых разных профессий – от водителя до слесара, от кондуктора до начальника ремонтной майстерни. Нагрудные знаки, медали, гоноровые грамоты и подяки. Особное веншивание отримала Татьяна Хамец, один ажаншина на предприемстве, якая водит пассажирский аутобус. Дорогше она пришла у Педряковский филиал литерально ахэтым летом. То, что я стала водителем, это, конечно, спасибо моей новой профессиональной семье. В первую очередь Николаю Николаевичу, который мне доверил вот такую должность, ну, поверил меня, это очень дорогого стоит. Завершился урочистый сход на самой высокой ноте. Были объявлены имены работников Гомеля «Балаута Транса», який – знак громадского признания. За добросумленную працу и профессийное майстерство занесены на дошку пашаны. Евгения Кухаронак, Валерия Хапанько, телерадоя компания «Гомель». В «Гомеле» проходит найбуйнейший велофорум у Беларуси «Про ровар-2019». Огульными намаганиями на мероприемство удалось собрать одразу усих, кто затекавлены в развитии велосипедного руха в Беларуси. Активистов из разных городов, городские администрации, проектировщиков и экспертов. Дякую, что этому форуму можно назвать эффективной пляцовкой для обмену вопытом и по шоку новых решений о развитии велосипедного руха на городском и национальном узровнях. В программе форума выступления специалистов круглой столы майстер-классы. На форуме будут обмерковываться такие важные темы, как велотуризм, проектование городов, популяризация езды на роверы, машинности для бизнеса. Разом с белорусскими экспертами на форуме выступят украинские коллеги с Киева и Житомира, а также президент Федерации велосипедистов Армении. Культура света и культура памяти в диалогу поколений. Круглый стол под такой назвой прошел в Гомельском областном палаце творчества детей и молодых. Его проведение промерковали до 20-ти годов принятие Декларации ОАН об культуре света. Паша с мероприемства презентовали выники працы волонтеров проекта «Живая совесть поколений», который ожитивляется в рамках гуманитарной программы «Место сустреч и диалог». В нашей стране она организуется международным громадским объединением взаиморазумения при поддержке фонда памяти, отказности и будущем. Сегодня тоже должны задумываться о том, как молодые люди могут внести вклад в такое миротворческое движение. Но еще важно то, что у нас участники – это молодежь, это члены клубов ЮНЕСКО Гомельской области, из города Гомеля, из Гомельского района, из Рогачева, из Мозыря, из Калинковича, из Жлобина. Это активные участники нашего проекта, которые работали напрямую с бывшими жертвами национал-социализма. Качественный диалог поколений возможен при качественном взаимодействии разных поколений. Ну и, конечно же, это разные структуры, организации общественные, которые работают в контексте формирования и культуры мира, и воспитания культуры памяти. Душа наша складается со слов. Гомельское отделение Союза письменников Беларуси провело литературно-музыкальную вечерину у библиотецы имя Ерцина. Подчас ее ауторы презентовали новый международный литературный альманах «Литера». Первый его номер просвятили теме дятинства, другие – 75 годю вызволения Беларуси. Выдание объединало творчество письменников Беларуси, России, Украины и створается на трех мовах. Подчас встречи так само прошло узнагарожение у дельников международного проекта «Бераги дружбы». И однайменного фестивалю молодежной поэзии и перокладов. Дары шестьолита мероприемство отримало грант президента России, який накирует на развитие и проведение фестивалю в наступном годе. Свою знагарожение отримали керовники и лепшие ауторы литературных объединений Гомельшины, яких вызначили на первом огляде конкурсе лит-объединений и литературных клубов Беларуси, России и Украины. Конечно, будут новые проекты. По сути, мы работаем над тем, как пропагандовать книгу. Над тем, как в библиотеках были читатели, над тем, как читали все-таки книги. А сегодня есть шмат интересных книг, которые отвечают реалиям часу. Главное – нужно захотеть полюбить эту книгу. Музей Палацево-Паркового ансамбля протягивает свой юбилейный выставочный проект коллекции музея до 100 года музея. Экспозиция «В окна Дома твоего» объединяет новые полотны гомельских живописцев, на яких намалеваны в окнах. Галерея разместилась у центральной части палаца и стала тематичной презентацией живописных фондов музея. Коля 60 творов, написанные урозные исторические периоды, начинают с 1930-х годов. Пейзажи урбанистичны и навыд вытворчие мотивы. В окна проходят литмотивом у работах разных жанров. Яны могут быть и агалонным, так и фоновым объектом, часской и городской архитектуры, або нести некий особливый символичный сенс. Это преимущественно работы гомельских художников. Здесь и старейшее поколение, те, кто были выходцами из гомельской школы-студии имени Врубеля, Георгий Низкий, Елена Машковцева-Самойленко, Аким Шевченко. Здесь корифеи так называемой гомельской школы живописи. Дмитрий Олейник, Роберт Ландарский, Казакевич Николай Константинович. Здесь братья Покаташкины. Тут наши современники, художники Анжелика Шабалтас, Александр Косиченко и многие другие. Живописы графика показывают, как изменялась обличие города на протягу 100 года и знакомец с будинками, которых уже не увидишь. Разлететь живописные в окна можно будет до конца года. И об спорте. В гомеле прошел чемпионат Динамо по легкотлетичным кроссе. На протягу трех дней 9 команд правоохранных ведомств вызнашили лепшего. В первый день в дельнике с поборницей у женщины и мужчины, старшие за 40 годов, передали дистанцию один километр. И еще три забеги прошлося род мужчин. У взрослого категория от 30 до 40 бегала 3000 метров. А мужчины до 30 год передали 3 и 5 километров. В другой день турнира отбылась эстафета шатыры круги по 1000 метров. По выниках с поборницей перемогла команда Министерства внутренних справ. Серебро у дружины Министерства на завышенных ситуациях. Замкнули тройку лидеров легкотлеты Державного пограничного комитета. Эти инши новини можете знайсти на нашем сайте, интернеті по адресі www.tvrgumil.by. На этом выпуске завершенный. Дякую за увагу и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова